Главный вопрос сегодня, какова главная миссия прихода Иисуса на землю? Если у вас есть вопросы к Богу, то я думаю, этот вопрос вам, этот ответ вам поможет, возможно, сориентироваться правильно. Я читаю Матфе 26 глава, 27 стих. Друзья, очень интересно заметить, что это последний ужин Иисуса Христа, на котором присутствует очень эксклюзивный круг, узкий круг людей, только его ученики, особый ужин. И я присутствовал на встречах, где люди болели неизлечимой болезнью. Они собирали своих родственников, детей, внуков, и они говорили слова наставления. И буквально через 2-3 дня этот человек умирал. Находясь на такой встрече, я понимал, что этот человек, который был неизлечимой болезнью, болен, он знал, что это будет его последнее обращение. Он понимал, что слова нужно подбирать точно самые важные и правильные. И все, кто слушали, слушали очень внимательно, осознавая, что это, скорее всего, последний спич. И вот здесь, друзья, когда Иисус собрал учеников в горнице, я также верю в то, что Иисус подбирал, выбирал, какие слова сказать своим ученикам перед тем, как он пойдет на страдания и будет распят. И вот эти последние слова, он им напоминает, ради чего все это было. Вроде бы они и так знали, вроде бы он им уже говорил раньше, в течение жизни, в течение проповеди, он им говорил, что я должно пострадать. Они его вроде бы как бы поняли, как бы спасителя, мессию. Но вдруг, на всякий случай, Иисус Христос в своем последней вот этой встрече, он им напоминает, вдруг во всем, что Иисус сделал на земле, вдруг вы потерялись, не сориентировались, что самое главное, ради чего все это. Он им говорит, я пришел на землю, чтобы умереть. Моя кровь проливается в оставление грехов, ради спасения грешников. И вот здесь, друзья, хотелось бы напомнить сегодня верующим, почему это важно не забывать. Потому что, когда Христос был на земле, Он исцелял людей, Он учил, Он творил много добра, Он служил и помогал людям. Но, тем не менее, Его самая-самая главная миссия, это было спасение человеческой души. Если сегодня у тебя есть вопросы к Богу, почему Бог меня не исцелил, почему мое финансовое положение такое печальное, почему у меня проблемы в отношениях, любые земные проблемы, если есть вопросы к Богу, а иногда они у нас возникают, то я думаю, вот этот ответ, вот эта последняя встреча Христа в этом окружении, Он напоминает сегодня не только ученикам, а всем верующим. Помните, самое главное, ради чего я пришел на землю, самое главное, ради чего вот это все, казалось бы, мы затеяли, вот эта церковь, христианство, это ради спасения человеческой души. То есть взгляд через перспективу вечности, все остальное, исцеление физическое, материальное благословение, решение каких-то наших земных проблем, отношений, все это бонус дополнительный, но не первостепенный. Вот здесь вот важно не запутаться. Самая главная миссия Христа – это прощение грехов. Самая главная миссия, Он говорит, я пришел, проливая кровь, чтобы каждый человек по вере мог быть прощен и спасен. И слава Богу за милующего, любящего Господа, который нам дает больше, чем мы заслуживаем. Но важно помнить его миссию и отличать главное от второстепенного. И если мы уже спасены, то дальше это наш процесс формирования, пока мы еще здесь на земле. И все ради одной цели – чтобы каждая душа достигла вечности и была спасена. И в заключение, вот Христос имеет беседу, потом они принимают причастие, это из контекста Матфея 26 глава. И дальше написано 30 стих – «Они, воспев, пошли на гору Елеонскую». В английском переводе написано «Они спели гимн и пошли на гору». Вы заметили, что контекст очень печальный? Ну, если представить, вот вспомнить, что же Иисус говорил, кровь моя, это же страшно, это же больно, это же, кажется, новости не очень приятные, не очень вдохновляющие, не хочется говорить о страданиях. Но Христос об этом говорит. Потом они принимают вечерю, хлеб, чашу, и вдруг что-то происходит. Заметьте. Казалось бы, ну, ничего как бы не предвещало таких вот внутренних восторгов, перемен. И вдруг они с песней не с горы катятся, как у нас бывает в жизни. Правда, бывает, вот, кажется, моя жизнь летит, у кого-то идет, у кого-то катится, и все вот вниз и вниз, они в другом направлении. Раз так и вверх. И с песней. Не потому, что им сказали, раз, два, три, поем, дух ожил. Что-то произошло внутри. После чего хлеб, чаша, Новый Завет, сие творите в мое воспоминание. И когда человек осознанно, с верою понимает, что это не просто какая-то традиция, но он с верою принимает вот этот хлеб и чашу, то у каждого из вас сегодня есть шанс точно так же в духе ожить, в духе запеть и вверх. Не вниз, а вверх. Правда, это хорошая новость? Давайте скажем вместе, слава Богу. Аминь.